Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой. Всем большой привет, дорогие друзья. Да, думаю, что ключевое слово в этой заставке «Любящий». Я действительно люблю эту уютную студию и, конечно же, люблю это послепраздничное время. Хотя еще у нас впереди старый Новый год, и я уверена, что все у нас еще в плане праздников и обжорства впереди. И я решила, наконец-то оторвавшись от книжных полок, прилечь на кинодиван. И сделала это в рождественские каникулы. С чистой совестью посмотрела несколько фильмов и даже сериалов. И с удовольствием сегодня буду вам что-то рекомендовать. Но, как говорит Вадим Александрович, все это очень субъективно. Поэтому, если что не понравится, вы меня, пожалуйста, не вините. Итак, друзья, кинодиван. Я уверена, что это такой прекрасный месяц, январь, что все-таки кто-то где-то взял еще кусочек отпуска еще. И нас, правда, отменил наш мэр снежные дни. Теперь, если снежные дни, мы все равно будем учиться виртуально. Но все равно как-то вот какие-то у нас еще один впереди. И long weekend, длинный weekend, тоже дети и некоторые госслужащие останутся дома. Это следующий понедельник. Поэтому я думаю, что будет какое-то время что-то посмотреть. И вы знаете, ввиду того, что сейчас время очень напряженное, и многие занимаются эдаким doom-скроллингом. Скроллинг – это когда вы бесконечно листаете ленту социальных сетей, того же Инстаграма или Твиттера или Фейсбука. Каждый из нас, мне кажется, этим грешит. Но это накладывает не то, чтобы накладывает. Кажется, ой, я просто поразвлекался, вот вечером там выпил чайку и, значит, вот этим занимаюсь скроллингом. На самом деле, в голову, понятно, что человек забывает, но в голову столько негативных мыслей залезает. Поэтому иногда мне очень хочется, знаете, куда-то в свободное время уйти в книги, в кино. И, как говорит Ирина Хакамада в своем последнем интервью, вот на своей собственной планете сделать хорошо себе и своим детям. Ну, конечно, в мире, который находится внешним, я тоже стараюсь помогать, насколько могу, людям, которые сейчас, конечно же, попали в беду. А смотреть хочется что-нибудь такое совершенно незатейливое. Может быть, ничего такого. И «Дама с собачкой». Рекомендую вам сериал, детективный сериал, не путать ту «Даму с собачкой» чеховскую, фильм, ну, чеховское произведение, и, конечно же, фильм и Савиной, и Баталовым. Нет, это «Дама с собачкой», это сериал, это сериал, где играет главную роль, где играет главную роль Елены Яковлева. Великолепно она выглядит. Вот сейчас еще фильм, новый фильм про приключения Чебурашки. Там она какую-то злыдню играет. Ей на всякий случай 60 лет. Вот, не очень понимаю, что сделал ее сын. Вот, так смотрю, думаю, боже, но она сказала, что все равно это ее сын. Она его любит, сделала татуировок. Вот, просто, по-моему, живом месте. Только нос у него остался и то. Ну, сейчас мы не о сыне говорим, а о том, что она играет пенсионерку и бывшую учительницу математики Агату Денисовну Марфину, которая после смерти мужа переезжает в элитный поселок к семье дочери. Она тоскует по прежней жизни, потому что с мужем они играли в шахматы и вообще были такие деятельные. А теперь вот у нее эта собака, не очень ей нравится взять, знакомая история, да, для многих. В общем, бывший ученик, который с ней в шахматы играл, он ей пытается сначала помочь, потом она ему пытается помочь в расследованиях. И несмотря на то, что вроде такой элитный поселочек, все время там кого-то убивают, прибивают. Очень снимается где-то на йоге. Думаю, что в районе Сочи, не знаю, солнечный, летний, прекрасный сериал. Ну и плюс играет мой замечательный актер. Он больше такой популярный блогер Геннадий Смирнов, который, вы знаете, вот кто-то меня подсадил на него. Я с удовольствием смотрю его посты в Фейсбуке, с его Варварой, это его попугай. И, конечно, вот можно быть в оппозиции. И если у тебя есть чувство юмора и хорошие, вот буквально пары предложений, можно рассказать и о своей позиции, своем отношении к сегодняшнему дню. Ну и даже мне кажется, что вот, может быть, это совпадение. Когда я готовилась к этой программе, Геннадий Смирнов на некоторых сайтах, когда я смотрела по поводу этого сериала, что люди говорят, какая есть информация, он отсутствует. Хотя он один из главных действующих лиц. Я думаю, боже мой, неужели это из-за его позиции? Не знаю. В общем, здесь играет он такого пенсионера, который тоже пытается. Тут любовный треугольник, потому что есть еще здесь господин Балуев, который играет судью Холодова, который неравнодушен к нашей бывшей учительнице математики. Его герой Геннадия Смирнова тоже так происходит, неравнодушен к ней. Но при всем при этом, ну, например, какая-то вечеринка в элитном поселке, раз, умирает охранник, а перед этим он поменялся бокалами с сыном человека, которого он охраняет. И раз, явно покушались на того. И вот такие незатейливые расследования, мне очень кажется, потому что человек устроен так, что зимой нам хочется лето, а летом нам хочется снега. Поэтому не судите строго. Еще я не досмотрела 16 серий, молодой режиссер снимает. На мой взгляд, это очень даже неплохо, ну, и такой картинки из мирной жизни с таким незатейливым детективным сюжетом. Еще раз говорю, «Дама с собачкой». «Дама с собачкой» и это не чеховская «Дама с собачкой», а это «Дама с собачкой» героиня Елены Яковлевой. Но она здесь не Каменская, она детективщица, но совершенно другая. Если чего-то хочется, незатейливая, чтобы провести вечерок с чаем, с кефиром, с водой или с чем покрепче, что называется, это самое то. Ну, и, кстати, детям тоже можно смотреть, ничего там супер такого страшного нет, потому что я всегда так думаю, так-так, а если ребенок рядом? Вот. Ну, следующий сериал посмотрела с ребенком вместе. И теперь, боже мой, «Дама все время танцы». Netflix, Wednesday – сериал, о котором не говорит только ленивый, а особенно о танце. Сейчас мы послушаем музыку из этой песни «Леди Гага». Сама «Леди Гага» тоже вот так вот танцует. Я вот так покажу, потому что у нас еще и телевидение идет. Поэтому это эдакий флэш-моб, и даже Netflix запустил такую беспрецедентную акцию. Все время на Netflix крутится этот танец. И если вы посмотрите наше поколение тиктокеров, то есть маленькие дети от трех лет вот танцуют так же, как главная героиня. Но об этом танце я еще вам, я вам еще, конечно же, расскажу. Кому-то понравился, кому-то не понравился фильм. Я считаю, что Тим Бартон сделал невероятное кино. То, что доктор прописал, хотя я, честно говоря, не люблю готику, не люблю ужасы. Но на самом деле это все про подростков, про то, что они тоже хотят любви, изменить мир, про то, как им сложно. И, конечно, Netflix, на мой взгляд, реванш взял, потому что это был сложный для этого сервиса год. Отток подписчиков, падение акций главного стриминга «Планеты» были, конечно же, настолько болезненны, что зацепили всю сферу онлайн кинотеатров. Но все-таки горькую пирюлю подсластили несколько хитов, а именно долгожданный четвертый сезон «Странных дел». Но вот пока, кстати, впереди, конечно же, у «Вэнсдэй». «Вэнсдэй» и вот «Пигалица с двумя косичками» – это главная героиня. Она поскакала всех, абсолютно все сериалы. И в премьерную неделю составил 341 миллион просмотров. Это рекорд среди англоязычных сериалов. Все сходят с ума, критики говорят, все ужасно, все не так, все плохо. Но отдельное спасибо «Экетри». Это спин-офф, кстати, «Семейки Адамс» и «Кристина Ричи» тут появятся в роли учительницы. Не хочу спойлерить, но могу сказать, что вас точно зацепит этот сериал. И все-таки думаю, что мы сейчас послушаем тот самый культовый танец, о котором говорят все. И, как помните, в старом фильме «Гайдая» танцуют все. Так вот, это точно про этот сериал. Здесь танцуют все и на ТикТоке тоже танцуют все. И «Вэнсдэй» бьет рекорды просмотров. Джена Артега, главная героиня, стала в одночасье суперзвездой. И, конечно же, пока Неттликс не говорит о втором сезоне, но фанаты ждут, ждут продолжения. И напоминаю, что режиссером выступил Тим Бертон, шоураннерами Альфред Гофф и Майлс Миллер, и что это спин-офф об истории семейки Адамс. Она началась с комиксов художника-карикутуриста Чарльза Адамса, который высмеивал в своих произведениях образ идеальной американской семьи. Комиксы стали популярными, и в 1938 году герои, тогда еще без фамилии, появились на обложке журнала «The New Yorker». Свою фамилию семейка получила только в 60-х годах. А в 64-м году на экраны вышел первый сериал о бановцах. Необычной семье, которая нравится, которая нравится то, что других пугает. Конечно, жалко, что премьера не пришлась на Хэллоуин, тогда бы было вообще здорово. Тогда еще фильм мог снять в 1991 году Тим Бертон, но он был занят, поскольку работал над фильмом о Бэтмене. Ну а позже Бертон, известный своей любовью к готическим историям, предпринял попытки воплотить образ семейки Адамс на экране. Однако сделать это у него получилось только в этом году. И, кстати, проект – это первый сериал Бартона. То есть до этого были только кино. Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители – в рубрике «Кинодиван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Конечно, советую смотреть в оригинале, а не в дубляже. Но это у кого как пойдет. Напоминаю, что некоторых говорят, почему «Вэнсдэй». Эта фраза пришла из детской считалочки. «Wednesday's child is full of woe». Тот, кто в среду рожден, будет горьким горем полным. И предложил его производитель игрушек, который выпустил серию кукол перед выходом первого сериала о семейке Адамс в 1964 году. Интересно, что у героини есть и второе имя – «Фрайдэй». То есть в переводе с английского, соответственно, «Пятница». Ну а сейчас мы поговорим о знаменитом танце, о котором наслышаны абсолютно все. Это видео стало вирусным в соцсетях. Сцена с танцем стала настолько популярной, что Netflix даже запустил стрим, где без остановки крутится видео с танцем «Вэнсдэй». Сейчас тот, кто смотрит нас, видит этот танец. И вот так, как раньше был «Гангам Стайл» популярный, то теперь вот такие руки и голова туда-сюда. Давайте послушаем, ну а наши зрители посмотрят. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Дочь моя Диана тоже вот под этот танец. Мы продолжаем его слушать. Вот, тоже вот танцует с этими же движениями. И, кстати, Леди Гага тоже повторила танец «Вэнсдэй» под свой трек «Блади Мэри». Удивительный случай, конечно. В общем, и пригласила, пригласила вещь «The Thing». Я не думаю, что буду много спойлерить, но там такая рука. Вот это отдельное спасибо кинематографистам, которые смогли сделать эту руку оторванную, называют «The Thing». И, в общем, теперь вирусное видео. Кстати, танец поднял рейтинги. И повторилась история, то же самое с Кейт Буш и ее хит «Running up the hill», который зумеры внезапно, поколение Z, открыли для себя после четвертого сезона «Очень странных дел». Ко мне очень привязалась эта мелодия. Так что посмотрите. Ну, я думаю, что сейчас и YouTube, и TikTok, и Instagram все время выплевывают эту версию. Ну, теперь об актрисе Дженни Артеги. Она, кстати, на пробах режиссер заметил, что она, когда снимались пробные варианты, она не моргала. И он попросил ее тоже не моргать во время всех съемок. Ее немножко это раздражало. А, кстати, когда записывали вот этот уже исторический танец, я думаю, что он войдет в историю танцевальных сцен кинематографа, но так же, как сцена из «Грязных танцев» или сцена из «Криминального чтива». Дело в том, что это постановка актрисы Дженни Артеги. Ей, кстати, 20 лет, хотя она играет школьницу, и благодаря макияжу, и, наверное, такой юному лицу мы этого не видим. А она болела коронавирусом и плохо себя чувствовала. И режиссер предложил переснять, но она сказала, что он сказал, что нет, ему понравилось. И плюс это непрофессиональная хореография, может, поэтому вот в это и выстрелила. Потому что иногда что-то такое очень искреннее может переплюнуть какие-то профессиональные постановки. Джена мамой очень занималась ею и выставила ее, то есть первые шаги к известности Джена после того, как выступила перед семьей с монологом девочки «Мать, которая умирает от рака». Мама все это, конечно, как нынче принято, извините, записала на видео и подписала «Маленькая королева драмы». Ну а позже ролик заметил кастинг-директор и пригласил Джену на прослуживание для съемок в рекламе. Как я всегда и говорю, случай – это псевдоним Бога, да. И она много где снималась. Она снималась «О дни нашей жизни», «Девственница Джейн». Она играла главную героиню в детстве. Также она снялась в кинофраншизе «Крик». Ну, конечно же, к ней пришла вот именно популярность, популярность после этого фильма просто сумасшедшая. Конечно, многие очень любят вот этот «Гот Корр», да. И, конечно, здесь были отсылы и очень много отсылок к «Гарри Поттеру», к произведениям Роулинг. За стиль Вензды отвечала Колин Этвуд. Она обладательница четырех премий «Оскар». И Тим Бартон, конечно, с ней сотрудничает все время. Он ее позвал. В начале фильма она появляется в черном платье, заостренным белым воротничком. И этот образ, конечно, контрастирует с тем, как одеваются ученики обычной американской школы, в которую ходит девочка, героиня. И подчеркивает ее отличия. Самым популярным нарядом из сериала, конечно, стало платье Алая. Это платье, в котором она танцевала вот этот танец, о котором я вам рассказываю. Ну и, конечно, макияж, ее макияж, вот эти такие смоуки, как называются, дымчатые черные тени, смоуки айс, они подчеркивают вот ее такой необычный образ. Ну и она появляется в школе «Nevermore», школа для так называемых отщепенцев, ауткасткидс, и они, знаете ли, все там, кто оборотни, кто вампиры и так далее и тому подобное. И, конечно же, вот сейчас этот сериал «Игру в кальмары» опережает. И, по-моему, даже странные дела тоже, очень странные дела тоже опережает. Я, опять же, не скажу, что я прямо вот умираю от этого сериала, но я с удовольствием посмотрела, потому что вообще люблю сериалы про подростков, а проблемы все те же, даже если они ночью могут превращаться в волков и выйти на луну. Проблема – это и дух соревновательства, и желание изменить мир, и предательство, и первая любовь, которая кажется, а предательство, которое тебе кажется, что это самое ужасное, и непонимание отцов и детей. Кстати, про отцов и детей. Кэтрин Зетта Джонс, ну, меня просто потрясла в этом сериале. Многим не нравится вот ее такая необычная игра, и говорят, якобы нелепые костюмы, я бы так не сказала. Мне все ок, как нынче говорят, как нынче говорит молодежь. В общем, советую вам посмотреть, получите удовольствие, и мне кажется, я понимаю, почему не только тинейджеры, но и взрослый мир захватил именно этот сериал. Ну, а теперь для тех, кто со своей малышней остается дома, я бы хотела вам сказать, что вот Рапунцель, ее длинные волосы, и сериал Рапунцель – запутанная история, «Танглд» есть на Диснеи, но, я думаю, можно посмотреть и с переводом. Это очень мило, красиво, и обычно у Диснея такие девушки, ну, скажем так, аморфные, но здесь она, что называется, берет в свои руки, в свои руки, свою судьбу, и ей помогает, конечно же, Паринс Юджин, который вроде как аферист, а не аферист, а потом оказывается очень хорошим человеком. В общем, если вы не смотрели «Танглд» со своими детьми, и плюс «Красавица и чудовище», это уже 30-я версия диснеевского мультфильма, тоже посмотрите, «Бьюти эндебиаст», на мой взгляд, великолепный мультфильм. Ну, а кто хочет посмотреть фильм, тоже очень даже неплохо. Но мы переходим ко французской части, и я думаю, что мы сейчас вот прямо фоном поставим музыку из сериала «Эмили ин Парис», вышел третий сезон, и вы знаете, наверное, я вам уже с этим надоела, что я обожаю все французское, в частности, Париж. Вот нравится мне все-все-все. И опять же, я не говорю о том, дочка мечтает поехать в Париж со мной, с мамой-подружкой и с подружкой, и мы планируем через несколько лет вот именно сделать визит по этим местам. И что мне нравится в этом сериале, конечно, полно стереотипов, критики недовольны, французы в шоке, что их показывают такими черствами. Но я считаю, если сериал добился того, что вам опять хочется в Париж, или если вы никогда не были там, вам хочется посетить тот праздник, который всегда с тобой, то, я думаю, режиссеры достигли своей цели. Вы увидите очень много такого парафраза Sex in the City, это не случайно. И, в общем, флирт с красавчиком-соседом, свежие булочки, чикагская девушка, Эмили ее зовут, так назвал, был такой фильм культовый Амели, у меня даже подруга, она живет в Бельгии, назвала свою дочку Амелы, потому что после этого фильма, где была Одри Татуи, так звали главную героиню, все повально стали называть своих детей именно так. Он немножко изменил, назвал Эмили, играет девушку Лили Коллинс, которая, кстати, неплохо говорит по-французски, вот эту главную героиню, ее отправляют из Чикаго в столицу Франции. И, конечно, тут всякая чехарда из-за разницы менталитетов. Но в фильме она не говорит по-французски сначала. Я думаю, конечно, в реальности никакое маркетинговое агентство не отправило бы в Европу человека, который не говорит на языке страны, куда он едет работать. Я так думаю. Ну, а Даррен Стар, который сделал этот проект, конечно, навсегда останется заложником секса в большом городе, и любые его новые проекты будут сравнивать с культовым сериалом. Опять же, отвлечься от нашей такой, ну, морочноватой действительности, я думаю, что это тогда просто здорово. И плюс, что мне нравится, что снимали в Париже, в реальных кафе. Потому что, по-моему, в сериале Blacklist там снимали, а издание, по-моему, или Чикагское, или Нью-Йоркское, совсем не Парижское, а там вот прямо во французских этих. И они взяли, насколько я, если я не оживаюсь, левый берег Сены, не тот такой туристический, с большими проспектами. И все, конечно, очень красиво. Но очень французов, конечно, немножко, мне кажется, французам обидно показывают, так, скажем, не особо. Такие они... Я вот могу сказать, что я во Франции была, и не могу сказать, что они такие прямо уже злые, противные. Просто нужно к ним подход найти. Вот так вот. И на Ютьюбе Татьяна Менгалимова, которая работала с Дудем, Танечка, нежный редактор, она делает свои серии. И она вместо Эмили в Париже сделала Таня в Париже, чтобы вот развеять эти стереотипы. И по следам она, значит, нашла там такую... Не могу эти феминизативы, меня просто ужасно бесит. Блогерку, ну так она говорит, я так говорю вслед за ней, французскую девушку, которая стала рассказывать. И вот они шли по следам этого сериала. Три серии сделали. Но, на мой взгляд, Таня девушка умная, настоящий журналист, но не обладает вот такой харизмой, которую я вижу, например, в том же, в ее начальнике Дуде. Мне кажется, что для того, чтобы описывать Париж, ну вот чуть-чуть бы, чуть-чуть бы ей такой женственности. Хотя неплохой, интересный проект у Тани получился. Интересно. Но в любом случае, давайте вернемся к сериалу. Эмили в Париже, как я вам уже сказала, он нам подарил Даррен Старр, секс, инде-сити. И костюмы, которые, мне кажется, опять же, это мое мнение, в секс-инде-сити смотрелись такими модными и утонченными. Не всегда здесь Эмили и ее напарники в красивых модных костюмах. Они, конечно, яркие, но, не знаю, мне кажется, что в Париже так не ходят. Но, конечно, мы следим, значит, за интригой. И даже сейчас вот есть такие на Инстаграме, на Ютубе видео, когда мы знаем, кто на самом деле, с кем, у кого какая любовь и так далее. И тому подобное. Но когда показывают вот эти не замки Луары, вот эти лавандовые поля, старинные замки. В общем, все это здорово. Заканчивается сериал. Я уж спойлерить не буду, что мы понимаем, что четвертый сезон явно будет. И вот интересные факты. Вот эта душка Гибриэл, я напоминаю вам, что она главная героиня ошиблась дверью и познакомилась с симпатичным поваром. Ну, это в жизни этот артист, Лукас Браво, он еще и модель, но на самом деле он был су-шефом. Представляете, вот такая судьба. Ну, а Минди, которая великолепно поет и играет богатую китаянку, она здесь у нас на Бродвее выступала в мюзикле «Мама миа» и какое-то время встречалась с Лукасом Браво, вот с этим красавчиком в жизни, в жизни я имею в виду. Ну, а теперь, знаете, как люди узнают, даже не папарацци, а простые люди, встречаются люди или нет. Вот если люди отписались от Инстаграма друг друга, значит, все, они больше не встречаются. Очень много, конечно, отсылов, к сексу «Инде Сити», это я вам уже сказала, и, конечно же, образ Эмили, вы это увидите, она такая хрупкая, нежная, появился благодаря Одри Хёбберн, и даже в какой-то момент она будет в таком черном длинном платье, но явный отсыл к «Завтраку у Тиффани», но я думаю, что этот эдакий симбиоз Одри Хёбберн из «Завтрака у Тиффани» и Одри Тату из «Амилы». Вот, еще раз говорю, отвлечься очень хорошо, не ждите, не рассматривайте это сериал как руководство, как гид по парижским улицам и парижскому флирту, и парижскому, парижской жизни, но мне кажется, что это здорово, и, по крайней мере, в моем случае, сериал достиг цели, мне опять хочется в Париж, а вот, между прочим, Сильвия такая, которая играла такую начальницу-негодяйку, она тут у нас здесь была и выступала в Манхэттене, говорила, причем на прекрасном, на прекрасном английском языке. Ну, конечно, можно же с лупой смотреть, что якобы Эмили, главная героиня, там у нее 48 подписчиков, она разбирается в соцсетях, ко всему к этому можно пристать, но я бы все-таки не говорила об этом, а взялась и посмотрела этот сериал. На самом деле, у меня еще пара сериальчиков в рукаве есть, но время безостановочно нам бежит вперед, Time Flies, как говорят у нас здесь, с возрастом это понимаешь, да, что время бежит очень быстро, и, в частности, в нашей передаче. Надеюсь, что в следующий раз нас ждет тоже что-нибудь очень интересное. Будьте здоровы, благополучны и смотрите кино, и читайте книги только в компании правильных, отличных, веселых людей. Счастливо! Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой. Продолжение следует... aproximает...